Всем привет, меня зовут Павел, и сегодня мы поговорим с вами о хейтерах, но не моих. О тех самых людях, которые под постами в инстаграме или видео на ютубе желают известным личностям, а порой и не очень известным. Не знаешь, кто она? Рака, смерти, сексуальных приключений в тюрьме, или просто ограничиваются скромным ёмким комментарием. Ты урод! А кого это у нас так мама хорошо воспитала? Кого мама хорошо воспитала? Тебя! На самом деле нет. Меня всегда удивляло, что большинство людей считает, что походя унизить другого человека в интернете, это вроде как нормально. Но это же интернет, здесь все такие. Это просто шутка. Сдохнет тупая мразота. Мро? Мразота же са? Не, в реальной жизни я бы никогда так не сказал. Да, потому что на улице за подобные слова можно и полюсов хлопотать. Нет, я просто добрый. Бузова, ты такая уродина. Что? На самом деле огромное количество людей, которые поливают других дерьмом в интернете, искренне считают себя хорошими и добрыми людьми. Ведь в реальной жизни они себе такого не позволяют. Логично же? На самом деле нет. Когда я захожу в комментарии под фотографией какой-нибудь Веры Брежневой и читаю Надеюсь, тебя грудовик переедет в страшилище. Мне становится страшно. Нас окружают толпы озлобленных и лицемерных людей, которые в жизни ну просто божьи одуванчики. Чтоб все твои дети сдохли, позорище. Пишет Ксении Бородиной, счастливая мамочка троих детей и любимая жена. Это прям цитата из ее профиля. Что-то мне подсказывает, что она себя слегка переоценила. И не такая уж она и счастливая. Если ты оскорбляешь другого, чаще всего незнакомого тебе человека в интернете, то все это говнецо, которое ты на него выплескиваешь, в тебе, дружок, на самом деле присутствует. И не только в виртуальной, но и вполне себе реальной жизни. Чтобы кинуть в другого кусок словесной грязи, его для начала нужно где-то найти. В себе. Просто в оффлайне все эти интернет-герои не могут как следует развернуть плечи, потому что люди осудят, мамка по попе надает, опять же, в тюрьму не хочется попасть. Но уверяю, когда подобному человеку подвернется возможность, и он почувствует свою полную безнаказанность, Вроде никто не видел. Да, я тоже ударю. он найдет выход всей этой накопившейся злости. И мы получим очередное шокирующее видео с издевательствами над животными или с биением одноклассниц. Ну, хоть Николаю Соболеву будет что обсудить. Если углубиться в эту тему и посмотреть на профили тех людей, которые пишут гадости под фотографиями каких-нибудь фитоняшек, Лучше бы ребенка родила, чем фотки с мальдив выкладывать. Прошмандень! В детях настоящее счастье! То, скорее всего, окажется, что это либо дети. Где ты такие слова-то выучила? Вот лично мне как-то сдохнуть от спида пожелала девочка лет девяти, которая на аватарке обнимала огромного розового единорога. И ник у нее был то ли милая няша или няша-милаша. Про второй тип я сегодня уже говорил. Счастливые мамочки в декрете. Это просто мои фавориты. На секунду себя бьюти-блогером почувствовал. Не, губной помады нету. Так и вижу. Сидит подобная мамаша, пишет гадости какой-нибудь Нюше, а потом идет в комнату к своей любимой дочке, обнимает ее и начинает ее учить, как важно быть доброй. Хотя нет, скорее просто новое видео мисс Кейт ставит. Там как раз Собчак новую фотку выложила. Надо прокомментировать. И если у этих десятилетних няш-милаш еще есть шанс исправиться, кто-нибудь на деле докажет, что иногда за слова и отвечать приходится, то вот для этих писательниц Совсем стыд потеряла, лучше ребенка родила. Все уже потеряно. Наслушавшись сказочек из серии «Рожай, пока не лопнешь», подобная мадмуазель смотрит по сторонам и понимает, что к 25 годам у нее трое детей, однокомнатная квартира и любимый муж-алкоголик, который заглядывается на фотки тех самых красоток из Инстаграма. А единственная перспектива – это отдых летом дикарем на курортах Краснодарского края. А кто-то там имеет наглость фотки из Парижа выкладывать, да еще и в бикини позировать. Ну не наглость ли? Я вовсе не говорю, что трое детей к 20 годам и отдых в Сочи – это плохо. Как-то не очень правдоподобно прозвучало. Но если ты действительно доволен своей жизнью, то ты не будешь тратить свое время на какую-нибудь Марьяну Ро. У тебя и так все прекрасно. А вот если ты понимаешь, что где-то все пошло не так, как ты рассчитывал, то в душе само собой появляется желание тому, у кого все так, как следует поднасрать. Ну, чтоб жизнь медом не казалась. Вообще, мне уже давно кажется, что подобные озлобленные комментаторы в чем-то даже хуже чиновников, которые обворовывают сирот или дома престарелых. Их я хоть понять могу. Стоп, не бомбите, сейчас все объясню. Не смей писать плохой комментарий. Опустил телефон. Естественно, я, как и любой адекватный человек, считаю, что воровать-то плохо. Но, когда какой-нибудь Виктор Петрович Иванов присваивает себе деньги, которые были выделены на детский дом, он делает это вовсе не потому, что хочет, чтобы... Эти сироты еще больше страдали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все гораздо прозаичней. Ему на них просто наплевать. Как и на всех остальных. А характеризовал ситуацию в нашей стране в одном предложении. А вот о себе Виктор Петрович как раз-таки заботится. И день рождения любимой дочери хочет отметить на Сейшелах. Человек совершает какой-то плохой поступок, чтобы получить материальную выгоду. Это нельзя простить, но вполне можно понять. Когда на днях меня в очередной раз чуть не сбили вместе с собакой на пешеходном переходе, потому что какой-то идиот решил, что... А чё бы не поехать на красный свет? Я сомневаюсь, что в его голове... Я сомневаюсь в его голове. Была мысль. Сейчас собью и его, и его шавку. И по факту он не желает тебе зла, не хочет тебя убить. Ему просто на тебя насрать. Он торопится. И если он в итоге меня собьёт, смогу ли я его оправдать? Ну, естественно, нет. Нет, я буду мёртвым. А вот понять, что творилось в голове идиота, и что он в этот момент думал, я вполне могу. Я так хорошо понимаю идиотов, что начинают закрадываться сомнения. Проезжая на красный свет, человек получает какую-то выгоду. Например, бесплатный билет в травмпункт. А, это я получаю. А вот когда 40-летняя Мария Ванна или 10-летняя Даша унижает блогера-инвалида, в красках описывая всё, что они думают о её внешности, ничего, кроме морального удовлетворения, они не получают. Человек целенаправленно хочет сделать больно другому. Тебе нравится, когда другие страдают. По-моему, садизм ну просто налицо. И в этом смысле подобные критики хуже вороватых чиновников. Ты осознанно причиняешь боль другому. Ну или чего там хочет добиться человек, написавший комментарий, ты урод. А, чуть не забыл, конструктивная критика. Я прям чувствую, как после подобных комментариев у меня черты лица стали красивее. Не замечаете? Это просто освещение плохое. А вообще самое главное помнить одну простую истину. Когда ты кидаешь другого кусок грязи, до него она может быть и не долетит. А вот руки ты себе 100% испачкаешь. А я надену перчатки очкарик.